Приветствую вас. На мой взгляд, само понятие, оно является достаточно относительным. То есть, в различных культурах, в различных традициях, в различных устоях, в различных обществах, в социальных кругах, в системах и наборах ценностей, данный термин, данное понятие определяется по-разному и по-своему. К примеру, там где речь идет о силе, там где речь идет о завоевании, там где речь идет о подчинении, там где действует правило разделяй и властвуй, к примеру. В этом обществе, в этой социальной среде, безусловно, будет то, о чем вы пишете. Это будет подчинение, это будет доминирование, это будет полигамия и прочее. И прочее я прибуду. Вот. Значит, ну, собственно говоря. Если мы говорим о какой-то другой истории и о каком-то другом культурном фоне, о каком-то другом культурном строе, то в таком случае там данное понятие будет проявляться уже по-своему, исходя именно из своих ценностей. То есть, по сути, по сути, понятие альфа-самец, это означает вершина. Но в каждом обществе своя вершина. И где господствуют одни ценности, где где-то господствуют другие ценности. И вот, собственно говоря, вершина в разных обществах. Она разная. Ну, к примеру, на Востоке, допустим, в странах развивающихся, неразвитых, холодный, жёсткий лидер, правящий всеми остальными мужчинами, имеющий секс без обязательства со множественными женщинами, это именно тот самый альфа-самец. В развитых странах, где ценностями является не сила, к примеру, а равенство, толерантность, демократия и так далее, альфа-самец-другой. Другое понятие. Понимаете? Ну, вот мне, например, что-то подсказывает, да, что вы как-то вот обиденный, может быть, мужчиной. Вы, может быть, как-то сомнированы мужчиной. И пытаетесь как-то вот рационализировать то, что с вами произошло. Возможно, вы стали жертвой, да, такого альфа-самца. А может быть, вы хотите быть женщиной такого альфа-самца. Тут, на самом деле, уже вам решать, просто куда более важным является, на мой взгляд, анализ собственно говоря, последствий, потому что если вы, к примеру, травмированы, то вам нужна помощь в проработке травмы. Это одно дело в допустим в коррекции своего поведения другое дело, и в определении цели своего желания быть именно с альфа-самцом. Это третья история. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, я полагаю, что скажем так, вы хотите во втором случае, да, вы хотите такого мужчину. если такого мужчину вы хотите, тогда означает, что, ну, как-то, как минимум, что вы не очень готовы принимать человека. ну, вообще любого, любого человека, к примеру. Вот. Ну, вы не очень, вы не очень готовы его принимать. Вот. Потому что вам нужен именно кто-то. Вам нужен именно кто-то, конкретный. А это уже ваши потребности. Какие? Вот. Так что здесь, на мой взгляд, нужно только исследовать и смотреть уже, с какой целью вы интересуетесь. с точки зрения, к примеру, значит, чисто лексического отношения, вот, все определяется ценностями и понятием, ну, понятием вершины, скажем так, в том или ином обществе. Вот. И если общество как бы, как бы одно, да, если общество одно, ну, одного типа, одного, то и собственно альфа-самец он будет одним. если общество другое, то и альфа-самец будет другим. Вот. Да, односстаточно, это будет лидер, это будет кто-то выделяющийся, безусловно. Но насколько он будет выделяться? как он будет выделяться? Это уже вопрос. И далеко не все ограничивается, далеко не все и не всегда ограничивается только тем, что вы описали. так это довольно малый набор качеств альфа-самца. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!